По завершении официальной части открытия Олимпиады Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа» прибывших участников направили в гимназию номер 3 и гимназию имени Александра Сайтеева, где школьникам были созданы необходимые условия для сдачи Олимпиады. Задания по предметам включали в себя компьютерное тестирование, где каждый участник в индивидуальном порядке в течение нескольких часов должен был ответить на ряд вопросов. Своими впечатлениями от увиденного поделился участник прибывшей из Ставропольского края. Нас предупредили за месяц до этой Олимпиады, что будет проходить. Сказали подготовиться, улучшить свои знания. Да, я сказал, я хочу ехать сюда, потому что мои друзья рассказывали, что здесь все проходит на высшем уровне. Концерт, актовый зал. Приехали участники из разных регионов, республик России, даже из Самары приехали. Для участия в Олимпиаде прибыли деликаты из таких республик Северного Кавказа, как Чеченская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, Аланье, представители со Ставропольского края и города Самара. По словам участницы Олимпиады из Чеченской Республики Луизы Ерезбаевой, участие в данной Олимпиаде позволяет показать и укрепить свои знания, узнать для себя новые, ну и, конечно, обрести друзей с разных уголков страны. Конечно, в первую очередь участники показывают свои знания по предметам, но в то же время им нравится комфорт, уют, то, что они знакомятся с верстниками из других республик, а ведь же от этого именно и будет зависеть прекрасное будущее нашего Северного Кавказа. Мы благодарны организаторам Олимпиады. В двух образовательных учреждениях на протяжении всей Олимпиады участникам был организован тёплый приём во всех традициях дагестанского гостеприимства. Во время небольших перерывов гостям предоставлялась возможность посмотреть небольшую выставку, посвящённую теме культуры и традиций народов Дагестана. Как отметили делегаты, мероприятие организовано на высоком уровне. Всем увиденным они остались довольны. Данный визит в Хасавюр для многих не первый и, как они планируют, далеко не последний. К Олимпиаде мы готовились очень тщательно, нас учителя подготавливали и я сама тоже готовилась. Олимпиада прошла хорошо, я рассчитываю на победу, конечно, есть немножко сомнения, но я думаю, я справилась. Я участвовала в прошлом году, в этом году и буду участвовать в следующем году. По словам организаторов Олимпиады, 30 марта состоится торжественное закрытие седьмой открытой Олимпиады, в ходе которого будет проведена церемония награждения победителей и призёров.